Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Братья, сестры, всех приветствую со Львова! Привет всем в Киеве, наша киевская архипетская киевская. Бог, действительно любящим Его, те, кто поют эту песнь любви в своей жизни, и фемиам любви возносится к небесам, действительно переживает божественный переворот, божественный Пурим. Потому что враг приходил, чтобы украсть, убить и погубить, а Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И это великое благословение. Дорогие друзья, здесь также передаю привет и огромное спасибо всем, благодарность, кто действительно в молитве о Львове, о городе Льва, из колена Иудина, Иисуса Христа. Я верю, что здесь не только князь, вспоминается, основатель города, но и сам великий лев, лев всех львов, Иисус Христос. И благословляю вас, дорогие друзья, во имя Господня, во имя Иисуса Христа, благословляю благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому из города Львова, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, дорогие друзья, приветствую всех вас из Киева, с нашей Киевской архиепископии. И я очень благодарен Богу за эту честь, за эту возможность быть снова во Львове, здесь, в церкви, больше благодать, и с вами вместе разделять эту радость, общение с Господом. И сегодня у нас вечер, вечернее такое собрание, вечер 21-е, сегодня у нас февраля. Но, если в гражданском календаре, в солнечном календаре, в лунном календаре, сегодня такой необычный день, начало 7-го числа лунного календаря, называемый Адаром. 7-й Адар, это день рождения Моисея, пророка Божьего. Да, значит, и удивительный день, и все это в преддверии, знаете ли, Пурима. Мы сейчас вместе с Киевой были, там, значит, на старой еврейской улице, здесь, в центре, и снимали там даже небольшую программу, небольшую программу сняли, возле того места, на том месте, где была раньше синагога Золотая Роза. Вот, и, знаете, как раз я там поделился словом, таким помолился, тоже помолились мы, вот, и словом о предстоящем Пуриме. Знаете, друзья, может, кому-то странно, что православный священнослужитель такие темы поднимает, но для меня это очень, знаете ли, ну, это в сердце моем, и я хочу с вами поделиться этим. Почему? Потому что Пуриму, этому празднику, знаете ли, целая книга Библии отведена, целая книга посвящена этому событию, который вспоминаем мы в полнолуние этого месяца, Адара, вот чудо божественного Пурима произошло, великое чудо, о котором мы до сих пор вспоминаем, значит, много уже поколений прошло, мы вспоминаем с благодарностью к Богу, перечитываем книгу из Сфири Бангелат Астер и благодарим Бога за избавление. И чудо в том, наверное, еще, что в этой книге, в книге из Сфири нет имени Всевышнего Бога, напрямую, как бы, не сказано оно, но он там, как, знаете ли, режиссер в фильме, который может и не показаться даже в кадре, но душа которого, как бы, да, идеи которого, мысли которого в игре актеров, во всем, в работе оператора, во всем, и мы, допустим, смотрев какую-то ленту, киноленту, мы потом говорим, да, вот, я прочувствовал вот этот фильм, то, что хотел режиссер вложить в это все, актеры и операторы, и все, все декорации, все, все, было для того, чтобы идею, сценария выразить именно, явить. Много разных есть интересных актеров, да, но каждый раз, смотря какой-то фильм, я понимаю, что я соприкасаюсь с тем, кто стоит за всем этим, кто действительно имел эту идею, эту мысль, которую постарался донести через все это. И знаете, мы порой говорим о Боге прямо, но порой Он незримо, как бы, среди нас. Порой Он в таких обычных вещах, которые совершаются нами или вокруг нас, и в этом Бог. Знаете, этот год, вообще, он для нашей церкви, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь, он год ознаменован как бы воспоминанием или как торжеством, что ли, даже скажу, семидесятилетия победы, семидесятилетия возрождения Израиля, как еврейского государства. Это великое чудо геополитическое. Бог совершает не только в судьбах отдельных верующих свои чудеса, не только в судьбах, допустим, государств, стран, народов. Вообще, огромнейшие геополитические чудеса Бог совершает также. И в этом также велик наш Господь всемогущий. И хотя Израиль в сорок восьмом году как бы из небытия, как бы из пепла был возрожден, но возрождающими Израиль были люди, как правило, нерелигиозные и даже далекие порой от религии, любой, еврейской, христианской или какой-то другой религии. Но в этом еще большее чудо. Знаете ли, я так рассуждаю, если бы Израиль возрождали бы тогда в сорок восьмом люди набожные, религиозные, я бы это почел тоже за чудо, но за меньшее чудо. А здесь Бог совершал свое деяние и совершает не руками религиозных, набожных людей, а руками людей, как правило, вообще далеких от религии, любой религии. Но Бог удивительным образом за всем этим, как в одни Пурима присутствовал и в этом всем. И когда Бен-Гурион зачитывал декларацию независимости Израиля, это было в мае месяце, 14 мая 1948 года, знаете ли, кто-то понимал, кто-то недопонимал, что это действительно событие планетарного масштаба, касающееся не только евреев, а касающееся всех людей, людей всех национальностей, всех культур на этой планете, действительно планетарного масштаба. Почему? Потому что этим самым исполнились библейские пророчества, исполнились те слова, которые задолго до того пророки Божьи предрекали, и в Библии это было прописано. Удивительным образом Бог совершает свои деяния. И вот в 67 году Иерусалим вновь становится столицей еврейского государства. И также это происходит как правило руками людей большей частью, которые не были вообще религиозны. Или же так чуть-чуть религиозны, в меру набожны, а чаще всего люди далеки от религии. Но знаете ли, Бог совершает свои деяния. И книга Эсфири научит нас действительно тому, что Бог Он во всем. Мы им живем, движемся и существуем. Бог и сегодня Он в этой жизни Он совершает все фактически. Ему славу воздаю. Но я хочу прочесть из Нового Завета слова, которые я думаю на мой взгляд очень хорошо иллюстрируют Павловы слова. Апостола Павла к римлянам. Здесь говорится в 8 разделе 8.28 римлянам. Притом знаем, пишет Павел Апостол, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Знаете, друзья, дамы и господа, братья и сестры, действительно тайно открывается вот этого божественного Пурима, как это чудо происходит в жизни верующего человека, в жизни целых стран, народов, когда мы любим Бога и призваны по Его изволению, то действительно, даже если скажу так, все обстоятельства против нас, даже если беда, даже если финансовая сфера, семейная сфера, во всех сферах беда, Бог во благо все готов обратить, и Он обращает все во благо. И если мы любим Бога и призваны по Его изволению, тогда все ко благу Он обращает, даже наши неудачи порой и ошибки ко благу обращают. Я в этом очень Богу признателен и очень благодарен Ему за это. Вот, и знаете, друзья, как христианин, как верующий человек, я скажу, что могу об этом много свидетельствовать. Жизнь верующего, она вся, по сути, наполнена такими большими или малыми пуримыми. Перечитывая книгу из сферы, я каждый раз себя ловлю на том, что Бог, Он наш и сегодня тот же самый, что Он и сегодня и для Украины, для любой страны мира. Знаете ли, когда обращаемся к Богу, когда мы взываем к Господу, любим Бога, Бог во благо все готов обратить. И даже все трагедии нашей жизни или национальные трагедии, Бог каким-то непостижимым нашему человеческому разуму путем готов во благо обратить все это. Знаете, братья и сестры, дамы и господа, вот, это в жизни и отдельного верующего, и в жизни целых народов, стран, и в судьбе Израиля это очень хорошо видно. И мы читаем, допустим, в Библии многие избавления, которые пережил Израиль, приходили враги, приходили, как говорится, супостаты, все, и по-человечески Израиль не смог бы выстоять, но Божье вмешательство, когда люди смирялись пред Богом, когда люди открывали свои сердца для Бога, да, в этой любви, песня этой любви была к небесам, то Бог во благо обращал все эти ситуации. Слава Богу! И сегодня он тот же самый. Знаете, друзья, да, я вот, как уже было сказано пастором Михаилом, я на самом деле часто цитирую вот Киприана Карфагенского, этого лидера североафриканского христианства, еще третьего столетия, древний отец, еще от того времени, когда наших с вами братьев, сестер в Риме, в то время в Колизее потехи ради бросали на съедение там львам, на растерзание. Знаете ли, времена были непростые очень даже, времена были гонений, как правило, вот в том времени третьего века нашей эры. 200 лет всего лишь было христианской церкви, сегодня уже 2000-летие, конечно, уже больше срок, гораздо больше, тогда было всего 200 лет церкви божьей, и эти годы были весьма кровавыми. До сих пор, кстати, до сих пор в христианстве мы вспоминаем порой многих мучеников, мучениц, исповедников, преподобных, которые в те времена далекие за веру во Христа были репрессированы, вот здесь проезжали мы собор Святого Юра, вот Георгий Победоносец, римский офицер, генерал молодой, будем так говорить, римский, который, казалось бы, ну что, молодой человек сделал карьеру военную хорошую, значит, с победой вернулся вместе с легионами в Рим, казалось бы, живи да радуйся, знаете ли, значит, и поступила, ну как бы, почетная обязанность легионов, генералов, тем более, этих стратегов, было именно участие в этих жертвоприношениях богам, знаете ли, тем более, в присутствии императора, там как бы, это еще звания, еще награды, еще всякие льготы и прочее, живи не хочу, знаете ли, но вдруг Георгий, тот самый Юрий, он отказывается вдруг от этой чести, как так, знаете ли, это не может быть, посылает снова послов к нему, а он отказывается натрез участвовать в этом мероприятии, богам приносить жертвы, и объясняет посланникам этим, чтобы они передали императору слова, что он христианин, и он принял решение не приносить бесам жертвы, он принял решение служить только лишь Господу Богу Всемогущему, и говорит, одного Христа Иисуса я знаю, говорит, Господа, царя над всеми царями, когда императору донесли это, передали слова, тот вообще был, конечно, вне себя, вот, и его и по-хорошему пытались, и потом по-плохому ломали человека, знаете ли, ну, против системы идти, понимаете, да, что это очень страшно, на самом деле, и я думаю, что Георгий, этот Юрий, он знал прекрасно, что идет против огромнейшей системы, огромнейшей машины, римская машина, которая перемалывает человека, знаете ли, за просто так, фамилии не спросят, убьет тебя, вот, и несмотря на свое положение, он пошел против этой системы, с именем Господнем, на устах, и его лишили всех званий, с него сняли этот воинский поезд, ну, как сейчас, погоны, допустим, да, лишили всех наград, заточили его в темницу, подвергли его экзекуциям, избиениям, всевозможным, значит, там, и в конце концов вынесли ему смертный приговор, вот, и, кстати, там были эпизоды, потрясающие эпизоды, вот, рассказы, о его жизни, когда, допустим, его в каземат, его избили жестоко, и бросили в каземат, и думали, до утра он не доживет, но если бы он дожил бы этот Юрий, то его должны были наутро казнить, и представьте, какой ужас испытали легионеры, эти римские, эти палачи, когда открыли казематы, а Юрий стоял живой, здоровый, целый перед ними, невредимый, и он объяснил им, что к нему туда, в эту камеру пришел Господь Иисус, и его полностью исцелил его, знаете ли, те, кто его избивал, они видели его невредимым совершенно, и они ахнули, и они не просто там ахнули, они воззвали к Господу, хотя знали, что поголовки из этого не погладят, они понимали, что это система страшная, которая перемолит и их тоже, но совершенно любовь, дамы и господа, братья и сестры, совершенно любовь, изгоняет всякий страх, даже тот страх, животный страх смерти, тоже изгоняет, и эти люди, эти легионеры, понимая, что их за это могут казнить, и скорее всего казнят, но они исповедовали Иисуса Христа, Спасителю, и они кричали, велик Бог христианский, шли по этим казематам, и их тоже арестовали, и казнили, по-моему, в тот же самый день их казнили, кстати, этих людей, вот, и Георгию дали чашу, дали возможность умереть ему, как благородному человеку, все-таки учитывая, наверное, его такое, ну, как говорится, голубая кровь, белая косточка, дали ему чашу с ядом, вот, римская казнь такая благородная, он помолился, воздал, слава Богу, выпил чашу, и хоть бы что, они ждали, когда же, будет, как говорится, труп, а трупа нет, он, как будто бокал, бокал Кока-Колы выпил, дайте, или каву, еще, пожалуйста, мне налейте, короче, тот самый колдун, который отвечал при дворце, за эти все снадобья, за все эти вот яды, вот, он покаялся, а почему, потому что это мы не проходили, говорит, это нам не задавали, это, потому что, с той чаши, с той дозы лошадиные, то там, как бы, ни один Георгий бы, знаете, с ног свалился бы, вот, а он хоть бы что, ни в одном глазу вообще стоит, и хоть бы что вообще, вот, и одним словом, колдун покаялся тот, его, кстати, его тоже казнили, кстати, за Христа Иисуса, представляете, человек всю жизнь готовил всякие яды, да, был при дворе, значит, там, ответственным таким человеком, вот, значит, и занимался магией и чародейством, значит, ну, как бы, значит, это была его должность, будем так говорить, вот, но, пережив эту, вот, встречу с живым Богом, в лице Георгия, потому что, Георгий, он говорит, что Христос во мне, значит, этот колдун понял, что все то, что я знал, чему учили меня, мои все университеты, это все, ничто, вообще, вот, и много других рассказов, я про Георгия просто, вот, сейчас как бы так вспоминаю, вот, потому что мы проезжали, как раз, собор Юры, вот, знаете, скажу, что до сих пор прошли уже, уже тысячелетия, уже почти два тысячелетия прошло, но до сих пор с благодарностью к Богу вспоминаем, вот, многих очень героев веры, а, а что вспомнить, там, веру, надежду, любовь, и матери к Софии, там, да, допустим, там, других женщин, мужчин, которые за Христа Иисуса подверглись репрессиям, и, ну, самое главное, даже не только, что репрессии, а, знаете, как они это прошли, вот это завораживает, вот это просто удивляет вообще, и, знаете, я, немного послушал, посмотрел проповедь, запись воскресную, здесь, наибольшая благодать, да, понравилось мне, слава Богу, и, я, значит, скажу, что он, но я был не здесь, не с вами, но, делился, свидетельством, в другой церкви был, в гостях тоже, значит, и делился свидетельством, рассказывал о том, как Бог в моей жизни, вот, Он совершал свои божественные пуримы, знаете ли, и думаю, что в жизни, ну, если вот сейчас верующего, спросить любого, наверное, верующего, какие-то божественные пуримы он может назвать в своей жизни, какие Бог совершал, или совершает в его судьбе, слава Богу, и вот, вот я, почему еще Георгий вспомнил, потому что, тогда молодым человеком, когда пережил один из таких самых своих известных, пуримов, вот, то я как раз именно Георгий-то и вспоминал, тогда как раз, рассказ о его жизни, знаете ли, и апостол Павел недаром пишет, в постановке евреям написано, что, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божье-то, и он пишет, что, взирая на кончину их жизни, говорит, то есть, именно на кончину жизни, подражайте вере их, почему на кончину, друзья, потому что цыплят по осени считают, потому что, чемпионы не на старте, а на финише, потому что, есть те, кто хорошо стартует, да, но как печально порой заканчивает, вот, хорошо, когда действительно, скажу, человек не только хорошо стартовал, допустим, да, но и прекрасно, блистательно финишировал, и мы тогда уже можем гордиться, говорить, да, действительно, вот, взирая на кончину жизни, на его судьбу, мы подражаем его вере, потому что, дальше написано, Иисус Христос, вчера, сегодня, и вовеки тот же самый, то есть, он тот же, сегодня с нами, что во времена Георгия, знаете ли, что сейчас, я не так давно был в Липецке, там проповедовал в одной пятидесятнической церкви, нерегистрированной, вот, пятидесятнической церкви, не такие ортодоксальные пятидесятники, но открытые, открытые для, вот, общения с разными верующими, разных христиан, разных христиан, приглашают, так вот общаются, интересно очень, братья, а почему я туда приезжал, я приехал к своему товарищу, старому моему товарищу, с кем мы вместе учились когда-то, ну, понятно, еще тогда при Союзе, учились в училище художественном, заканчивали Орловское художественное училище, я же художник по специальности своей, до церковной моя специальность, художник, поэтому, для меня тогда, моим языком, что ли, да, были кисти, краски, холсты для меня, в общем-то, моей Меккой, был Ленинград, Ленинград тогда, и туда регулярные паломничества были мои, русский музей, Эрмитаж, все выставки, то есть это, краски, кисти, все там скупалось, альбомы, какие могли доставать, все там было, и мой товарищ, с кем мы учились, у меня было много друзей, но я как мог рассказывал то, во что я верил, то, что я знал, и то, что я знал, в том числе, из Писаний, я делился тем, и были, знаете, скажем так, ребята слушали, ребята, молодежь, вот мои вот сверстники, да, они слушали, эти ребята, по-разному слушали, конечно, кто-то, бывало, чуть насмехался, но в основном, внимательно слушали, потому что такого раньше, знаете, ну, в 80-е годы были эти, тогда, и особенно, ну, перед перестройкой, начало перестройки, особенно об этом, ни о чем, как бы, нигде тогда еще не говорилось, это попозже там уже, знаете ли, уже 87-й, 88-й год особенно, 88-й, когда уже там уже, тысячелетие крещения Руси, уже праздновалось уже, там, Горбачев встречался там с патриархом официально, в Кремле, то есть уже там уже, конечно, совсем другие были уже разговоры, и уже посвободнее стало, гораздо посвободнее, вот, а, значит, а до того, как бы, знаете ли, было все весьма как-то так, плачевно, здесь, конечно, в Украине, особенно в Западной Украине, вот здесь во Львове, конечно, да, культурно сохранялись христианские традиции, ну, для кого-то это просто была часть культуры, конечно, но для кого-то это была его вера, вот, люди там здоровались, так же, да, слава Иисусу Христу, да, отвечали, здрасте, нет, на веки слава Богу Святому, здесь такое, да, были те, что я на время их здрасте, были те, и я был такой, к сожалению, первый раз приехал, когда во Львов, вообще в Украину, в 97-м году, как раз приехал, я рассказывал, приехал во Львов, как раз сюда, две недели гостил тогда, у Любомира Гузера, тогда он был помощником кардинала, да, и вот как раз собор Юра для меня был памятный, тогда, вот, и две недели гостилу Любомира, и знаете, вот для меня эти две недели стали просто революцией настоящей в сознании, я скажу, ни одна семинария мне не дала бы вот столько, сколько за две недели общения с этим человеком, для меня это была просто вот моя реформация, в жизни бывают такие вещи, знаете, в жизни бывает, что вот, как вот, встреча с каким-то человеком, да, как вот удар какой-то, соприкосновение, и вектор твой меняется в жизни чуть, да, вот как бы, или очень радикально порой меняется, бывает, бывает немного таких людей, бывает один, бывает два, три человека в жизни, да, встреча с которыми, общение с которыми, оно так вот сильно меняет твою судьбу, вот, Любомир стал в моей жизни, вот одним из таких вот точек когда моя судьба мой вектор пошел вот я уже шел путем реформации но с ним общение то дети две недели общения они стали для меня еще большим как бы вектором именно к реформации я уже созрел к тому времени слава богу а ну-то когда приехал я же первый раз в украине вообще первый раз на счетом и во львов сразу попал так интересно значит и прогуливаюсь а я в ряде в своей дорожной ночи еду с крестом вот иду на счет а люди здороваются слава иисусу христу слава иисусу христу вот вот я опозорился здрасте здрасте со всеми здрасте я ж не знал вообще даже такая традиция за я иду как на небесах вообще думаю я ущипните меня я живой или я или я уже на небесах я ж я ж не знал что что может быть такое за место здрасте утром знаете люди славят иисуса христа думаю да чтоб я так жил на тебя думаю вообще думаю красота какая вообще вот значит и там одна бабушка меня пожалела можно вас батюшка я говорю да пожалуйста в чем дело я вижу вы не местный батюшка я говорю так как первый раз вообще а ну понятно она меня научила я прошел краткий курс от бабушки вот значит она объяснила как вы как говорите значит что что надо делать но не здрасте надо хотя бы слава богу лишь ну что-нибудь но не здрасте понял исправлюсь хорошо спасибо вот очень был благодарен я уже мне сам будет даже интересно было еду на что там слава иисуса христу на веки слава богу святому на веки слава все на веки слава богу святому а все другие дни все две недели прогуливался еще так вот по центру вот значит или возле юра собора там прогуливался бывало там где-то полчасика часик времени у меня был вот я со всеми здоровы слава иисусу христу инициативу беру свои руки уже слава иисусу христу везде думаю здорово думаю но потом в киев приехал а там тундра там не знают это вообще я-то думаю что везде так как в львове оказывается нет знаете ли я значит молодой неопытный я значит с поезда выхожу на счета там на перроне там бабушки какие-то что-то там приторговывать чем-то там вы насчет тогда насчет 97 год был насчет и я вышел насчет и это игорь игорь слава иисусу христу они на меня смотрят как будто я инопланетянин что бабушки не с украины вы не знаете того что говорю я две недели я уже знаю вы не знаете я давай их учить они такие довольны батюшка с утра их научил вы сейчас я отойду снова снова подойду и мы повторим они ждут я нашел снова слава иисусу христу они вместе дружат их слава навеки богу святого бабушки молодцы все так держать я их благословил вот это как вспомню сейчас вообще вот так интересно было вот но я понимаю что для кого-то часть культуры это но культура действительно во многом формировавшиеся формировавшиеся именно в христианские таких началах но там где жил где прошло мое детство и юность там не было даже этого не было даже в культуре вот этих какие-то воззрения религиозных ну ладно я сейчас даже как бы хочу о том сказать что когда я рассказывал ребятам еще мы были пацанами совсем я рассказывал им о боге с которым пережил встречу в своей жизни рассказывал о библии который читал я в то время чаще всего читал я по книгам вообще изначально я только так и читал по книгам по научным атеизм у меня не было вначале своей библии это такое уже потом уже 85 какой-то 86 год значит там уже вот мне уже там уже библию достали такую вот а так у меня были книги по атеизму и да бог может и через ослов говорить и через атеистов а через всех вообще может поговорить вот и иначе я там выписывал из писания из библии цитаты которые были во техниках в этой атеистической литературе то есть та литература которая должна была бы по замыслу составителей убивать веру в бога да это или черту литературу бог использовал в моей личной судьбе как именно проповедь евангелия проповедь божьего слова вот так вот я сейчас сейчас вспоминаю самому удивительно конечно все это ну вот что я знал то я и как бы рассказывал вот и я не просто не мог об этом не говорить и там был один инцидент когда знаете ли за свои слова пришлось отвечать еще вот испытания были вот и но скажу что прошли годы да вот тот мой товарищ который в липецке он стал жить и там и у себя и творить как художник работать знаете ли он потом мне рассказал дима зовут его дима он рассказал интересную такую историю своей жизни мы потом не виделись после училища мы разъехались все как бы и у каждого из нас была своя жизнь мы не мы не пересекались нигде вот и даже как бы я о нем особенно не думал вот может вспоминал кого-то из ребят значит но у меня даже были более близкие для общения ребята сказал которых я чаще вспоминал с кем и так пересекались иногда вот с димой вообще не пересекались и представляете он рассказывает потом что прошло 30 лет вот после того как вот ты все это рассказывал говорит я стал это все вспоминать ни с того ни сего ну как после очередной пьянки он он уже погибал от алкоголизма вот хороший художник творческий человек но погибал и но жизнь его уже в ад уже шла уже в общем то и он пытался вот я пытался по монастырям ездить в храмы ходить иначе это вот даже проживал немного в монастыре но потом приезжал и еще хуже начинал пьянствовать и это было безудержно просто и его вся художественная деятельность была такая халтура а что подделать подработает заработать немного денег и тут же все это пробивает вот такая была его жизнь и талантливый человек но погибал и вот он рассказывает после очередной пьянки гулянки говорят что все денег нету опохмелиться надо погибаю просто вообще пошел по своим старым точкам где халтурил может работку подкинуть может денежку какую там отложат вот никто и как назло никто ему не дает ничего не выпить не не денежек не дает ему ничего зашел на одну фирму там насчет где насчет это памятники там надгробие всякие а там верующие муж и на дом хозяева этого бизнеса они как и он говорит хозяин то нет я тебе дима денег не дам будет и выпить не дам у тебя сейчас опять все начнется дальше лишь еще хуже я там тебе диск посмотри вот там вот один батюшка православный да православный за веру царя отечества все вот смотри вот батюшка из православного тебя все расскажет ваш покорный слуга там был на диске оказывается и он так раз на счетом так раз положил и пошел сам искать дальше приключений вот иду вот и а сам отматываю назад что я видел оба сергей жулю чтобы достает точно это ты вот это да короче пришел домой вставил диск значит и все мои вопросы которые были бы то у меня вот в житии моем вот ты отвечаешь мне на мои все вопросы и слава богу он после этого покаялся вскоре он нашел пришел в церковь ним туда вот как пришел к тому туда володец будет я давай пусть там вы какие-то это не такие неправославные но если насчет у вас там сергей вас проповедуют я пойду комната короче вот и покаялся и он потом не рассказывал что вот тогда пацанами самое интересное даже не рассказы мои оказывается на него на него лично подействовали а свидетельство как я поступил то есть вот я забывать я забыл честно говоря те ситуации ну детали будем договорить да а знать как бывает мы сами забываем другие люди помнят хорошо и нам напоминают потом то что было вот и он напомнил мне эту историю я вспомнил но если рассказать коротко я как раз рассказывал ребятам о том что насчет ну не знаю я может быть слишком радикально понял это все но вот как одним словом за что купил зато продал судите сами я понял буквально слова христа и очень сильно вот так мне это коснул сердце вот не противиться злому кто ударит тебя в щеку поставь другую ему значит и я понял это буквально принял это буквально тогда насчет и ну и вообще не только тогда я по жизни так держусь больше такого пацифизма как бы честно говоря во всем фактически вот но знаете друзья и как раз тогда пришли некоторые там товарищи которые ну местные там деревенские были значит и как раз на меня там вот мол жиденка этого ну опять хотя у нас там было двое ребят они более были похожи внешне даже на евреев но вот до меня доцепились значит что вот жиденка этого значит сейчас насчет а и там был парень уже ну как парень уже для меня мужик тогда вот после армии там вдв значит там насчет такой весь был значит лидер как бы у них там плитер он меня бил руками ногами вот а я принял решение не уклоняться и даже не блок не то чтобы не закрываться даже блок не ставить а даже не уходить в сторону от удара принял такое решение вот просто может быть глупые сейчас вот чисто так по-человечески как бы не знаю решение но я принял такое решение до падал несколько раз поднимался самое интересное не было страха когда решение принято вот не было страх уже до волнение было все насчет но страха не было и я снова и стоял перед ним он снова бил меня вот и ну сильно бил удар был сильный значит он реально как бы там десантник там был на что я отлетал значит но я снова вставал значит и снова возвращался на счет на позицию подходил к нему насчет и не уклонялся от ударов и не закрывался руками потом бил ногами локтем насчетом коленками считаешь ну я падал опять значит отлетал значит и снова потом снова вставал ну короче это не очень так вспоминать как то так ну вот что было то было самое интересное да и я не ушли эти ребята ушли значит и значит тот друзья сами они видят что что-то не то происходит вообще насчет они его забрали вот искали что завтра вернемся а те ребята что были внизу они слышали разговор их не что завтра мы придем ну короче его замочим как-то ждем к этому вот значит и тот они они не вернулись они больше не вернулись вот я больше их не увижу дело в том что эти ребята пошли потом искать приключения на какую-то ферму и вот этот парень что мужчина тогда для меня что бил меня значит он погиб тогда же погиб значит кто-то покалечился за ребят но но не искали приключений каких-то там вот найти тракторах на чем-то еще там на эту ферму и в общем-то нашли там своих ну он по крайней мере тот их лидер нашел свою смерть тогда а те кто ребята что были покалечены и другие на них напал страх могут того же да хотели вот так вот он погиб как раз этот парень и их знаете да я татарин по матери своей еврей по отсутствию ему но знаете ли я честно говоря я особенно никогда себя раньше не ассоциировал с еврейским народом я больше ассоциировал себя с татарским даже народом потому что большинство моих родственников процентов 90 это татары то что татарская семья моя она огромна просто-напросто вот и знаете ли поэтому больше тем более бабушка дедушка татарской стороны с маминой с ними больше моих детских было воспоминаний как бы насчет и ну и все эти сабантую татарские прочее конечно вот более зрелищно и как-то все это было мой дедушка допустим татарский вот его звали галя ахмед галя ахмед у нас всех мальчиков обрезал у нас такой был известный на круге человек как бы уважаем очень все бабаи у нас собирались но дедушки то есть по-русски вот я знаю что в украине пугай пугали этим словом бабай но вообще баба это хорошее слово не заимне мне детство точно ласковые хорошее слово значит дедушка дедушка а у вас ведь в разных культурах разные слова бабушка моя бабушка по-татарски обе обе вот ее звали блин бану очень хорошая бабушка была такая добрая такая татарская бабушка то есть ну как бы но это отдельные воспоминания как бы понимаете ли поэтому я ассоциировался больше с татарским народом с еврейским но мне было еще еще в школе общеобразовательной школе просто были такие опыты когда мой отец допустим только перед смертью только за пару лет перед смертью он только признал смирился с тем что он еврей вообще он всю жизнь что всю жизнь читал это проклятием вообще он всю жизнь читал что это несчастье вообще было угоразило родиться евреями как бы не повезло в жизни вот вот здесь в украине больше было евреи всегда значит и здесь даже целые местечки были еврейские кстати в россии не так много было всегда евреев и большей частью евреи были в основном такие которые пытались всячески забыть свои еврейства вообще потеряться в обществе вот и раствориться как бы но это старая мечта большинства евреев конечно жить как все остальные народы но знаете ли раствориться как бы потеряться что даже многие там мудрецы и порой еврейские говорили бог ты избрал нас может такого то еще и другой других изберешь как бы слишком уж это как бы вот так вот как то все получается но ладно и вот но самое интересное тот человек бил меня насчет прямо и в лицо значит нам на счетом но самое интересное вот сейчас интересно тогда не очень было интересно это все вот самое интересное было то что ребята потом охали охали смотрели меня всего вот у меня не было ни ссадинки даже не синячка не царапинки то есть вообще как будто он бил не за что то еще как будто не меня но было масса свидетелей, они видели, как я отлетал, видели эти удары, значит, у меня на теле даже, не то, что на лице, даже на теле не было даже следов от ударов. Вот, и я понимаю, я переживал болевые там некоторые ощущения, но я каждый раз вставал, значит, и вот это решение, принято решение, что я не буду противиться, значит, и я подставлял свое лицо под удары, значит, но на лице даже не было никаких этих следов ударов. Одним словом, я попытался это даже забыть, как бы, ну, оно, как бы, жить с этим, нет. Но Дима запомнил. И вот, когда прошли годы, знаете ли, вот прошло 30 лет после того, вот, так интересно, ровно 30 лет прошло. И вот я когда вспоминал тебя, значит, а, еще, почему еще, вот, как воспринял, как знамение свыше, то, что ему диск дали с моими там, с моей проповедью, потому что накануне, говорит, я ни с того, ни с сего, какого-то бодуна стал тебя вспоминать что-то. Вот, стал вспоминать и вспомнил, что какие-то ребята ему говорили, что вот, я-то стал священником, там, пошел по такой стезе, как бы, вот. Вот, и интересно было с тобой, вот, я вот, кому-кому, я вот тебе бы доверился, говорит, значит, потому что я тебя помнил того еще, значит, знал тебя, как облупленного еще пацаном, поэтому, говорит, вот, и, и вот здесь это все так произошло. Знаете, Пурим божественный, он порой совершается вот таким интересным образом, очень интересным образом. Я не знаю, почему Бог так совершил, но, вот, в жизни своей видел много разных чудес, много разных, очень порой, ну, порой необъяснимых, вот, вообще необъяснимых, вот, как, допустим, тогда вот пацаном, да, ну, вот, человек бьет тебя, значит, должны быть какие-то следы на тебе должны остаться, он уже прошел армию, значит, там, подготовку, спецподготовку, вот, значит, то есть, бить умел, как бы, вот, там, ручища, там, с пол моей головы были, значит, там, значит, как бы, и, понимаете, но не оставить ничего, никаких следов, никаких, там, ну, снегов, там, значит, там, что, это было, конечно, для, значит, ребят было таким свидетельством, особенно для Димы. И я, потом прошли годы, вот, да, мы с ним встречались, уже общались, потом я к нему приезжал, и, знаете, я потом подумал так, после очередного разговора с Димой, уже с новым Димой, уже с покаявшимся, возрожденным человеком, принявшим Христа, он сейчас уже у себя в церкви, даже, там, значит, там, слово иногда говорит, значит, там, как бы, ему приветствует, как бы, интересно очень даже. Я думаю, что ради даже одного этого человека и его души был смысл вот все это пройти тогда, пацаном. Знаете, время проходит, мы не знаем, что дальше происходит вообще. Мы не знаем, мы сеем, допустим, а где-то прорастет, мы даже не знаем. Мы сеем, порой рассказываем людям. Я, допустим, когда рассказывал о Боге, о Христе рассказывал, значит, из евангельских что-то, вот, притч этих рассказывал, ребята слушали, были двое там, особенно близкие мне товарищи, они чаще слушали, были возле меня всегда, мы вместе общались часто, вот, но как-то не их коснулось больше, а Дима, который всегда был где-то чуть в стороне, он, он как бы больше так, со стороны слушал все это. Поэтому бывает так, что ты кому-то говоришь, да, а это касается даже не этих людей, а кого-то еще, кого-то еще. Слава Богу, друзья. Вот, а пури мы бывают разные, такие, то есть это когда, знаете ли, зло против в тебя идет, да, но получается прямо наоборот. Получается, что Бог проставляется, а дьявол в поражении, зло в поражении. Вот, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Знаете, вот, вот Чехия, рядом с Украиной, чешский народ, сейчас его обычно называют таким малорелигиозным очень народом, вот, я бывал в Чехии, но, знаете ли, я понял такую вещь, мое наблюдение, что люди не отрицают Бога как такового, они просто не доверяют батюшкам, не доверяют церкви, религии, а что-то о Боге слушают, соглашаются, да, как бы, ну, вот таких противящихся, как бы, я там особенно и не встречал, вот, знаете ли, вот, как бы, вот, мое наблюдение, что люди не против Бога, что люди даже, как бы, соглашаются и, как бы, вот, как бы, принимают. Просто христианство порой себя компрометирует просто, а так, в общем-то, сама идея-то, она в душах есть. И вот, еще за сто лет до лютера, до начала эпохи реформации, была эпоха многовековая эпоха великой деформации, деградации христианства. К сожалению, пять столетий назад началась эпоха великой реформации церкви, то есть восстановив... реформация, реформанда, то есть это покаяние, восстановление, исправление церкви, возрождение церкви. Это не выдумывание чего-то нового, реформация, это восстановление того, что было изначально дано. Вот, и братья, сестры, за сто лет до того в Чехии И было такое духовное большое пробуждение. Янгус, знаете, да, и когда его сожгли, этого предтеча реформации, вот, кстати, он был действительно великим проповедником, и через сто лет после того, когда Мартин Лютер перечитывал его проповеди, беседы, он воскликнул однажды, да мы все гуситы вообще. То, что гус говорил тогда, за сто лет до того, оно нас, вот, мы сейчас этим живем, мы сейчас этим занимаемся вообще, теми вопросами, которые он тогда поднимал сто лет назад. Так вот, и Янгус это казнили, потом его товарища Иеронима Пражского тоже казнили, вот, в Констанции, там, в Германии нынешней. И, знаете, это трагедия. И чешский народ в большей своей массе, вот, видя, что такая религиозная, мафиозная, коррумпированная структура, тогдашняя эпопизма, она себя скомпрометировала, заявили, что и королева чешская, что мы выходим из тогдашней объединенной Европы, мы будем жить сами при себе, как народ. Вот, папа Римский объявил крестовый поход против маленькой Чехии. Чехия маленькая страна, у них не было даже своей армии, отдельные были гарнизоны, отдельные были рыцари, вот, и королева чешская имела свой отряд, Янжишко был тогда, кстати, молодым минералом, руководил охраной королевы. Вот, значит, и, ну и все, какая там армия. И папа Римский объявил, что каждый, кто убьет хотя бы одного чеха, получит там прощение грехов. Вот, и все имущество Чехии, все земли, все-все, оно отдавалось, ну, кроме десятин церковных, значит, все на разграбление отдавалось крестоносцам. Собралась интернациональная, со всей Европы фактически армия, итальянские, немецкие, французские рыцари со своими отрядами, значит, наемниками, и многокилометровые обозы потянулись к границе Чехии, ну, чтобы грабить добро. Все понимали, что, как бы, дни Чехии сочетены вообще, что, знаете ли, если бы тогда бы дьявола планы бы осуществились бы, то сегодня мы бы и чешского языка не слышали бы, вот, и, знаете ли, чешской кухни не пробовали бы, и не видели бы золотой праги той, знаете ли. Но что произошло, когда, значит, эта интернациональная армия подошла к границам Чехии, это удивительная история, крестоносцев этой армии собралось больше, чем жителей всей Чехии, то есть на каждую даже по чеху не хватило бы, значит, и они уже, как само собой разумеющиеся, они, значит, делили шкуру с неубитого медведя. Они понимали, что у Чехии шансов никаких ноль, поэтому на последнем своем привале эти лидеры крестоносцев, эти генералы, они делили территории Чехии, делили замки, Прагу, делили, ну, все, что они знали в Чехии, они все это делили между собой. И настолько они в этой дележке зашли далеко, что уже забыли, что они еще, как бы, и шкура неубитого медведя уже делят уже, они забыли об этом. И они между собой стали ссориться, драться, ругаться, вот схватились за мечи, их оруженосцы схватили за мечи. И к тому времени, эта интернациональная армия, в начале, как бы, пути своего маршрута, она, как бы, более или менее была единая, но к тому времени, знаете ли, порой разделяет Бог, тоже языки, знаете ли, народы. И начались такие трения, междунациональные всякие такие подозрения, какие-то такие несогласия и конфликты какие-то, знаете ли, ах, эти, мол, там, лягушатники, ах, эти, мол, там, такие макаронники, ну, к примеру. Вот, значит, да, вот, значит, и начались такие трения, и когда генерала схватили за мечи и оруженосцы, все, там уже пошли, стенка на стенку, значит, там наших бьют, а, наших бьют, все, и пошли лупиться. Ночь, день, второй день, одним словом, армии обескровили, они истребили, по сути, самих себя, они истребили самих себя, забыв, что они пришли воевать, вообще-то, не с самим собой, не друг с другом, а пришли с Чехией воевать, они забыли об этом. А в это время, как, знаете, кино идет, а в это время в Чехии, что происходило? Вот, Пурим. Помните, когда, значит, Исфирь, да, царица, значит, Мордыхай и народ стали поститься, молиться, да, пред Богом? В Чехии то же самое сделало. Они не знали, что в это время там идет борьба, но они постились, молились. Правда, королева очень радикально приказала, поститься, во-первых, всем приказала, три дня, даже животным приказала она. Ну, как приказала, ну, по крайней мере, домашних не кормили животных, то есть, корову тоже орали, там, мычали, значит, там, к Богу. Господь, ну, хоть одним словом, все там кошки пищали, наверное, там, короче, все, все дышащие вопилы к Богу в те дни в Чехии. Вот, значит, королева приказала всем поститься, сама королева оделась в простое платье, вот, значит, и все три дня провела, вот, там, на дворцовой площади со служанками, там, с людьми, там, вот, значит, приближенными, тоже в посте, в молитве. Потому что знали, что шансов никаких нету выжить вообще, никаких нет. Ну, и Янжишко, ему доверили ополчение, там, небольшое, там, собрали, сколько могли этих рыцарей, там, и, значит, этих солдат, и было с гульки нос, как говорится. Но они, там, даже 300 спартанцев отдыхают, вот, но они пошли туда, вот, эти чешские киборги, пошли туда, вот, значит, дать бой. Ну, они-то думали, что, значит, ну, на смерть верно идут, в общем-то, шансов нуль выжить, знаете ли, их там шапками закидают, но решили, как бы, ну, умереть, хотя бы героически, как бы. Вот, значит, каково же было чудо, когда они пришли к этому месту, предполагаемому месту встречи с противником, они увидели апоглипсическую библейскую картину. Полное поле мертвых рыцарей. Не сразу они поняли, что произошло. Дело в том, что пока эти чехи, эти три дня, постились и молились, да, вот так радикально постились, а крестоносцы лупились. Они между собой, кажется, дрались. И потом, когда уже армии обескровили, то есть большая часть погибла их там на поле, оставшимся померещилось, знаете, у страха глаза велики вообще. Бог иногда свое оружие сверхъестественное, как в Библии, да, дает такой страх сверхъестественный, панический. Вот, и на них паника напала, им показалась огромная армия чешская идет, они побросали оружие, амуницию, повозки эти, и оставшиеся ускакали с позором. Вот, и когда чехи пришли, они, они там несколько дней только разгребали это поле от вооружения, хоронили эти трупы, значит, закапывали, что произошло. И мало-помалу картину боя они восстановили. Но потом не было же интернета, там ничего, там, знаете ли, если был бы интернет тогда бы, то, конечно, Ютуб бы взорвался бы от всех этих, я думаю, там такие камеры были бы у всех рыцарей здесь бы. И там такая была бы картина. Наверное, Папа Римский смотрел бы там трансляцию, что вы делаете, Чехов, не друг другу лупите. Ну, все, как бы. Ой-ой-ой, одним словом, армии погибли, вот, значит, а оставшиеся в живых ускакали к себе в свои страны и сказали, нет, в Чехию не ходите вообще. Ой, поползли слухи всякие. Ну, и Папа Римский тогдашний, знаете, с больной головы на здоровую стал валить. Мол, чехи, мол, с чертом заключили сделку и навели порчу на нашу доблестную католическую армию. Ой, так к кому чехи молились-то? К Богу ведь, к Богу. Царица даже своим указом эта королева заявила, молимся к Богу во имя Господа Иисуса Христа. Все, как бы, там чин по чину, там не было сказано кому-то еще там, к Богу только молимся, все, господа. И вот чудо, знаете ли, но потом были еще другие походы, конечно, были войны. Янжишко слыл в Европе таким непобедимым полководцем, хотя сам он прекрасно понимал, что это не его победы. Он все славу, все славу воздавал Богу. И даже на его памятнике там написано, интересно, в Праге там памятник его, и там написано, что чешский воин непобедим, когда у него два меча. Первый меч это его физический меч, как бы, да, значит, второй меч это слово Божье, Библия. Вот, и они даже псалмы, они не знали, вот мы сейчас пели в начале псалмы, да, вот украинской мовою, здесь вот тоже вот моя молитва, моя молитва нехалина, очень нравится мне песня. Вообще украинская мова, она такая певучая такая, знаете, вот, ой, 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 да что я говорю, я ж не агитирую, вы и сами знаете. Я в чем-то завидую украиным мовным, знаете, вот, что по-русски тоже можно выразиться так, что конкретно, прям, не в бровь, а в глаз. Вот, но украинская мова, она вот чем она подобается, она вот такая, не нужно напрягаться, вот просто выдыхай, и она сама поется. Вообще, певучая такая, мелодийна, мелодийна, мелодийна. Вот как вы сказали, как будто с... Не, не, я разумею, ну, вот, не что вы сказали, а как вы сказали-то? Мелодийна сказала. Хоть на хлеб машь. Вот это слово, да, мелодийна, она сама мажется прям. Хорошо. И, знаете, я верю, что Бог всемогущий, Он совершает чудеса и сегодня, и сейчас. Совершает чудеса своего спасения, совершает чудеса избавления. И в судьбах отдельных верующих, и целых стран, народов. И вот я рассказал про маленькую Чехию, эпизод, конечно, такой очень важный эпизод, великий эпизод. Когда прошло время, сто лет спустя, когда, знаете ли, немецкие христиане, там, потом голландские, потом вынуждены были взяться за оружие, чтобы, ну, сохраниться, чтобы выжить вообще. Знаете ли, то тоже пример Чехии, он был для них очень важным. Хотя тоже, вот, допустим, в Голландии, там, значит, когда началась реформация, в Голландии в основном было движение баптизма этого, аннобаптизма. Мино Симмонс, служитель католический бывший, который вот стал таким евангельским мыслящим, таким проповедником, вот, движением Менонитов. Вот, и он сам был пацифистом, убежденнейшим пацифистом, но я так разумею, что эти откровения, они, ну, для тебя лично. То есть, когда вопрос, допустим, у нас стоит, допустим, даже, вот, как поступать верующему, я говорю, это как уже открыто тебе сейчас, вот, как ты понимаешь это. Некоторые носят меч и не напрасно, как написано в Библии, да, тоже, значит, наказывающих, делающих злое, да, поощряющих, делающих добро, вот, а кто-то, действительно, по своим убеждениям, там, не берет, вообще, не то, что в руки оружие, вообще, даже не противится злу. Вот, это действует по своему уже откровению, потому что даже в команде Иисуса Христа были разные люди, и пацифисты, и в то же самое время, и милитаристы. Вот, значит, нож, кинжал выхватил, там, значит, да, значит, ухо отрезал рабу, там, малху этому. Вот, значит, вот, а были зелоты, это как правый сектор еврейский, знаете, они были патриотами, они были, действительно, ну, они хотели, вот, освобождение Израиля достичь. Были и есеи, пацифисты, а Иисус большей частью, как раз, именно, вот, ну, их идеи, как бы, я так понимаю, одобрял, потому что, ну, по крайней мере, ни в одной проповеди своего он не осуждал, ни тех, ни других, ни правых, ни крайних левых, никаких, вот, а осуждал именно тех, кто лицемерил, вот, в чем дело, кто лицемерил имена. Вот, и когда Израиль во времена царицы Исфири пережил тот божественный Пурим, им пришлось взяться за оружие. Но не просто, чтобы даже сражаться, защитить себя, свою жизнь, свои семьи, свои дома, они сражались, чтобы выжить. Потому что перед тем был страшный указ, который был зачитан по всем городам, на всех наречиях о том, что враг хочет их украсть, убить и погубить. И у них не было права сопротивляться. Положение было ужаснейшее вообще. Бежать некуда, сопротивляться нельзя, бесполезно. Люди готовят уже отряды, антисемиты точат ножи, готовится большой всеимперский погром. Спасения по-человечески никакого не было вообще из этого всего. Даже, наверное, те, кто забыл, что они евреи, вспомнили в тот день. Вот, и постились и молились. А сама Исфирь, конечно, история такая удивительная вообще этой женщины. Ее настоящее имя Гадаса. Простая еврейская девушка. Но умная, скромная, обаятельная. Интересно, она даже другое имя ведь взяла. Исфирь это в то время, это Астарта, Ашера, Аштаров. Это все имена богини той, Астарты, которую мы знаем. Вот, ну в то время, через одну, наверное, женщины имели такие имена. Вот, самое обычное, самое типичное для того времени языческого имя было у нее. Вот, и она была умной девушкой. Она, когда даже была там на том конкурсе красоты первом, будем так говорить, да, то она осталась послушной. Она слушалась Мордыхая, она поступала очень целомудренно, правильно все делала. Вот, и знаете, царь оценил. Царь именно оценил именно ее внутреннего человека. Больше. Это была потрясающая история вообще. И самое интересное, что Бог загодя порой готовит избавление. Приготовляет все. Но так хорошо, когда это все исполняется, когда все, знаете ли, складывается вместе. Греки называли это элеотропион. Когда воля человеческая, воля Божья, они вместе как раз вот так вот. Соотношение в Божьей воле и человеческой воле. Тогда все прекрасно. Есть пуримы несостоявшиеся, конечно. Это отдельная история, отдельная статья, это отдельный разговор. И в Библии об этом рассказывается. И в истории Израиля, в истории церкви мы читаем и видим. И в жизни, вот сейчас вот реальной, вот нашей жизни, мы видим пуримы несостоявшиеся некоторые, которые могли бы состояться, но не состоялись. Это отдельная наука. Из книги, из фильмы мы можем сделать выводы, почему иногда чудо избавления не совершается. Вот, важно, чтобы, как вот Мартин Лютер, повторяя слова еще Фомы Аквинского, говорил, когда я молюсь, говорит, я молюсь так, как будто только лишь от Бога все зависит. Но когда я делаю что-то, я делаю все так, как будто бы лишь от меня все зависит. И я стал понимать, почему Бог использовал как раз этого человека, который был подобным нам человеком, казалось бы, обычным. Но вот это качество очень пригодилось ему в его работе, в его служении. И пусть Бог благоставит всех нас. Хорошо, не буду так, уже время, уже пора и честь знать. Знаете, но хочу благоставить вас, спеть благоставение тоже священников, это Игоря Хаха Адунай, благоставение священников. Сегодня особенно такой день. Вот, и приближается праздник Пурим. В этом году он выпадает полнолуние. Сегодня, вот сейчас уже седьмое число началось, месяц этого Адара. Значит, само полнолуние выпадает, получается, с 28 февраля на 1 марта. Вот и 1 марта само, и 2 марта. Это праздник как раз Пурим. Когда нас хотели украсть, обокрасть, убить и погубить, а получилось так, что не по-ихнему, а получилось так, что мы живы. Получилось так, что мы выстояли, отстояли свободу, взялись за оружие. Тоже не от хорошей жизни. Евреи не хотели брать оружие, но им пришлось это сделать, чтобы защитить свою жизнь. На грабеж они не простерли свои руки, они поступили достойно. Они били тех, будем догадаться, кто хотел их убить. Я не знаю, что могло бы быть, если бы они не взялись за оружие. Может быть, было бы чудо другое, я не знаю, но было как было. То есть мы видим из истории, что иногда и подобный сценарий тоже достоин. Но, знаете, братья и сестры, дамы и господа, молюсь сегодня о божественном Пуриме и в Украине. Потому что действительно, по-человечески, надежды очень мало вообще. Ну, нет, честно говоря, по-человечески. Вот так вот, если честно. Но на Бога есть великая надежда. И вот это духовное пробуждение, которое в Украине, оно дает огромную надежду на то, что, и веру в то, что действительно чудо божественно произойдет. И даже вот Кифа, да, вот Владимир, он, значит, был в АТО, там, значит, да, там, другие там братья были, священники, рассказывали, значит, столько чудес. Столько чудес, что, ну, для меня это сравнимо только лишь, вот, наверное, с теми войнами, которые Израиль ведет последние вот эти десятилетия. По, вот, массовости этих чудес просто-напросто. На любой войне, конечно, есть какие-то чудеса. Но сегодня я верю, что Бог каким-то сверхъестественным образом вмешивается в ход и все истории вообще. Сверхъестественным. Я думаю, что Бог хочет, чтобы украинская мова звучала. Бог хочет, чтобы люди славили Иисуса Христа. Чтобы здесь, в этом городе и в других городах, селах, люди по утрам, знаете, не мутюками вставали, не как-то еще, а вот говорили друг другу. Слава Иисусу Христу. Я думаю, на небесах это очень нравится Богу вообще. Даже если для кого-то это часть культуры всего лишь. Даже если для кого-то это просто лишь часть традиции. Я думаю, Богу это очень нравится вообще. Когда Его имя славит. Даже если номинальные христиане, все равно Бог, я думаю, Он не пройдет мимо этого всего. И не проходит никогда мимо подобных вещей. Если меня это зацепило, то поверьте Богу, это уж точно цепляет по-любому. Вот, значит, и знаете, друзья, Господь да благоставит всех вас, возлюбленные. И пусть Пурим Божественный совершается и в финансовых сферах, в сфере здоровья, в семьях ваших совершается Божественный Пурим. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»